Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наши телепередачи «Времена событий. Люди». В прошлый раз у нас состоялась первая, если так можно сказать, передача из цикла «Геополитика России». Мы в гостях у Владимира Вольфовича Жириновского. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Спасибо большое за приглашение. Я не устаю это повторять, что если бы все ведущие политики России занимались культурно-просветительной работой так, как занимается Жириновский, я думаю, у нас бы тысячи проблем были сняты, поскольку люди просто неинформированы о многих вопросах. В прошлый раз мы рассматривали политику Российской Федерации, связанную с восточным направлением. Визит осветили Путина в Китай, события, произошедшие в Индии, и рассмотрели в целом ситуацию, сложившуюся в восточно-буддийской цивилизации. Владимир Вольфович, поскольку цивилизационный фактор, о котором вы неоднократно писали в своих книгах, я вот хочу это показать, этот прекрасный учебник, который подготовлен под руководством Владимира Вольфовича Жириновского «Социология мировых цивилизаций». Он вышел в издательство МГУ, разошелся по всей научной и учебной России, поэтому вы эту книгу можете легко найти в интернете и посмотреть более подробно те вопросы, о которых мы здесь говорим. Но вот впереди, если от востока в центр, скажем, сегодня одно из важнейших цивилизационных направлений – Украина. Мы не можем, как говорится, здесь обойтись. Дело не в том, что нас там куда-то толкают, заставляют. Но что происходит в свое время? Вот, извините, что я такое многословие. В свое время, в 1988 году, был такой Самуэль Хантингтон, вы пишете о нем, профессор Гарвардского университета, он писал о столкновениях цивилизации восточно-исламской и западно-христианской. Ну что мы видим сегодня? Западно-христианская цивилизация бьет, душит, уничтожает восточно-христианскую православную цивилизацию. Два слова. Как здесь развивается ситуация? Почему именно Украина оказалась в центре вот этой иглы, которую пытаются вонзить нам, так сказать, в брюхо нашей восточно-христианской цивилизации? Буквально несколько слов. И еще, простите, телезрители, я хочу сказать, что, может быть, вы меня поправите. На днях в поезд ЛДПР пошел, в поезд дружбы, в Донбасс, по-моему, с необходимыми материалами для тех, кто там сражается, так сказать, с киевской властью. Спасибо, Владимир Владимирович, вам чистое спасибо, по-русски спасибо. Это действительно большая помощь. Многие разговаривают, там, Миронов, Зюганов, а здесь идет конкретное направление работы без всякой болтовни, без всяких, как говорится, лишних вывертов. Почему Украина? Значит, Украина, потому что это наш западный сосед. Потому что это большая страна. Молдавия слишком маленькая, чтобы там какие-то сценарии разыгрывать. То есть из Украины Америка, в первую очередь, хочет сделать Польшу-2. Польша-1, она давно является форпост Запада против России. Самое антироссийское население, идеология, пропаганда, то есть ненавидят Россию. Это связано было с разделами Польши, со всеми мировыми войнами. Но есть Украина. Которая в большинстве своем тяготеет к России. Ибо она ближе. Она была сама жертвой польской экспансии в свое время. И австрийской, и турецкой с юга. И Запад видит, что Украина в конечном итоге сольется с Россией снова. И снова русская армия станет, как говорится, на границе Румынии, Венгрии, Австрии, так сказать, там, не знаю, Германии. И США. Они, в первую очередь, этого бы не хотели, поскольку им выгодно ослабление России. Но почему сейчас началось? Да. 23 года назад, когда незаконно разрушили СССР, думали, что все, Россия будет постепенно дрейфовать в сторону Евросоюза, может быть, даже НАТО, и будет каким-то, так сказать, там, десятым, двадцатым членом Европы. И не будет мешать. Будет покончено с коммунизмом, возможно, будет уничтожено ядерное оружие, и никакой опасности стратегической Россия не будет представлять, будет хорошей кочегаркой, хорошим таким мусорным ящиком для Европы, и все. Но оказалось, что это было бы, если бы продолжался бы, Ессинский режим. А он был приостановлен в 2000 году. И уже 14 лет в России наметился поворот к воссозданию мощного государства. Но кроме денег, экономики, нужно еще и подумать о том, что русский народ разделен. И мы в большинстве своем не согласны с Беловежской пущей, поскольку по Конституции СССР не было пункта о упразднении СССР. И многие территории отошли, они были чисто русскими территориями. Но самое страшное, отошли под чужие знамена с русским населением. Больше всего это Украина. Донбасс, весь юг и восток Украины, это Россия и Крым. Это при Екатерине были построены города. И Чернигов, это еще раньше, потом это вот был Запорожье, он назывался Александровск в честь царя Александра. Второго, видимо. Непропетровский, Екатеринослава, это моя родина. Непропетровский, Екатеринослава был в честь ее, так сказать. Екатерина. Кировоград, Елизаветград. Да, Донбасс. Все это Ленин подарил. Им нужно было иметь мощную компартию. А компартия могла иметь, быть мощь, если будет пролетариат. То есть ради политического жупела. Чтобы у компартии Украины была основа социальная. Пролетариат отдали русских рабочих. Со всеми портами, заводами и фабриками. Вот. А потом еще Сталин добавил с Запада. Земли отобранные у румын, у венгров и у поляков больше всего. У черновцы, у румын. Украин, Закарпатия, у венгров и Луцк, Львов, Ромный, Иван Франковский, Тернополь. Островенные. И, так сказать, это у Польши. У Польши. У Польши. Вот. Это все стала огромная Украина. А реальная Украина это Киев, Житомир, Винница. Вот Украина. Полтава еще. Ну, Полтава еще чуть-чуть. Вот все получил. Вот такой квадратик. Все. Вот все. Это буквально 13 миллионов населения. Как Словакия, как Болгария, как Сербия. Все. Поэтому сегодня, значит, США, ввиду того, что начал спускаться с Олимпа, это как раненый зверь, он начинает рычать. Не хочется уходить с Олимпа. Надо кого-то наказать. Попытаться остановить сползание вниз. Надо Западную Европу заставить торговать в основном с США. А что может США дать Западной Европе? Это же цивилизованный край. Такие МСДС, так сказать. Конечно. И все эти французские товары, итальянские. То есть Европе, Западе не хватает газ. Вот и решили с Украины сделать поставщика газа. Сланцевый газ добывать. Огромные залежи там обнаружены. Чтобы оторвать окончательно Россию, как поставщика газа в Европу. Связи порвать. И из Украины сделать страшное такое антироссийское государство. Вечно воюющее. Партизаны. Теракты. Взрыв. То есть ливизация. Сиризация. Иракизация. Афганизация. Балканизация. То есть Украина должна быть такой же кровоточащей раной, как все те страны, которые США оккупировали. Афганистан, Ирак, Ливия и так далее. Все вот. И это началось. Февраль вот этого года. Они это совершили. Янукович не подходил им. Это Керенский. Им нужен был Ленин, но наоборот. Не левый радикал, а правый. Вот они увидели. Допустим, это Яруш, там этот Тегнебог. И там эти Поруби и так далее. Но уж слишком они радикалы. Антисемитизм. Это пугает и Европу, и Америку. И действия их слишком сжигают людей. Одесса, расстреливают милицию Мариуполи. Тогда они делают ставку на Порошенко. Он еврей, фамилию скрывает. У него фамилия другая. Он умеренный. Такой как бы Чубайс. Гайдар. Вот такой. Посередине. Вот это они делают ставку. Но остается цель. Украина против России. И экономика Украины для Западной Европы. И отсекается Россия политически и экономически. И целый санитарный кордон. Прибалтика, Польша, Украина. Ультравраждебные России. А Западная Европа как в аквариум, теплица. Отдыхают. Газ и все необходимые ресурсы поставляет Украина. Чернозем. Пашня. Все остальное. Вот. А Россия вынуждена поворачиваться на восток. А там, естественно, это не такой уж хороший вариант. Это все равно как бы немножко мы оказываемся в чем-то усеченные. Ограниченные. Но это как идея. Это не получится. Как это не получилось у Наполеона. Французский порядок во всей Европе. У Гитлера немецкий порядок. Сейчас панамериканский порядок. Это не получится. И в конечном итоге Юго-Восток Украины отойдет к России. Западная Украина отделится. Там будет республика Галичина. Столица Львов. И останется только та Украина, которую Богдан Хмельницкий привел в Россию в 1654 году. Добровольно просил. Иначе поляки бы их насильственно ополячили. Или турки отуречили через Крымского хана. Они к нам шли. Мы их не звали. Мы их не звали. Но мы их спасли, потому что это пограничная территория. И они говорят по-русски. И они православные. Но прошло 300 лет, ситуация другая. И сегодня ставки сделаны на одну страну. Украина. Чтобы она стала вот таким, так сказать, враждебным России. Государством. Территорию. Русских выдавить оттуда. Чтобы русские стали беженцами. Чтобы они создали проблемы в западных регионах России. Как и беженцы у нас из Средней Азии, из Закавказа, из Кавказа. Вот это все худшее создать для России. А Европу окончательно отвернуть от Востока. Повернуть только в сторону США. А Россия пусть как сама полупается. В чем она в состоянии. Но это, как всегда, обламывается. Мы потерпели в Ливии. Не стали накладывать ветосовет безопасности. Мы наблюдали, как Ирак. Мы были против вторжения. Афганистану мы помогли, потому что талибы слишком жесткий режим. Но потом мы тоже видим, что там творится наркотрафик и прочее, прочее. Сирию мы уже остановили. Сколько же можно свергать народы, оккупировать, проливать кровь. Вот. Теперь мы должны их остановить на Украине. Мы Крым уже взяли. Теперь, если на очереди, это помощь всем политическим силам на юго-востоке Украины, чтобы они могли противостоять киевскому режиму. Даже если на время, допустим, киевская власть укрепится, но они все равно не хотят русский язык делать вторым государственным. Они все равно не дадут права избирать самим свою власть на юго-востоке. Они все равно не будут оставлять там деньги, необходимые для развития. Они все равно будут менять конституцию так, как выгодно Киеву и Львову. Поэтому неизбежен раскол Украины на две части на 100%, а может быть даже на три или на несколько частей. Украина себя исчерпала. Она как бы государство-урод. Вот бывает выкидыш у женщины. Ребенок не смог родиться. Она родила, так сказать, три месяца, четыре месяца. Выкидыш. То есть организм... Государственный гермафродит. Не то, не все. Ну, это тоже так может. То есть, значит, отторжение плод. Отторжение государства. Не получать. Территория нет своей. Это польские земли, это русские земли. Это венгрия, это румыния. Идеология нет своей. Культуры нет своей. Языка нет своего, наконец. То он полупольский, полурусский. И целей нету своих. С кем быть? С немцами? Так немцы их травили Украину. С поляками они травили Украину. С кем быть? У них нету союзников. Абсолютно никакого. Поэтому, как государство, оно не состоялось. И оно медленно будет исчезать с политической карты мира. И Россия будет, так сказать, главным партнером для Евросоюза, и для США, для Китая и для Индии. Поэтому вот у нас будет с вами Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели. Вот такое очертание. Такой пятиугольник, который будет, кажется, контролировать всю планету и обеспечить стабильность. Индия навяжет Китаю нейтральное такое демократическое развитие, чтобы не было опасности для войн. Европа перестанет быть антирусской, смириться с тем, что Украина вернется в Россию. А Америка смирится с тем, что она больше не на Олимпе. И таким образом, к середине века мы придем к такому среднему варианту. Без войн больших, мелкие локальные конфликты. Но Украина сегодня это вот очень опасное направление, когда чем-то напоминает Карибский кризис, когда в Вашингтоне и Москве могут перейти к горячей фазе. Противостояние с использованием натовской армии, русской армии. Поэтому конечный итог это договоренность между представителями Кремля и Белого дома в Америке. А после этого два президента по телефону или приличной встрече договорятся. Вот соглашаемся вот на такой вариант, чтобы избежать большой войны. Но для этого нужно, чтобы было много трупов, крови, проблемы, заложники, захваты, горе людей. Чтобы общественное мнение США изменилось во время Вьетнамской войны. Чтобы они вышли к Белому дому, хватит терзать Украину. Вот. Таким образом, чтобы жители самой Украины поняли, что нужно остановить это насилие, которое творит там ультраправый радикальный элемент. Это нужно время еще. Сколько это нужно? Несколько месяцев, несколько лет. Но тем не менее договорятся, чтобы решить проблему только две столицы. Москва и Вашингтон. Донбасс, Киев, Харьков, Львов. Не договорятся никогда. Такова историческая была ретроспектива Украины. Такова ее настоящая, в настоящее время политика. Они не договорятся. Нужен окрик из Москвы и Вашингтона. Вот такой вопрос, Владимир Владимирович, возникает. Ну, я не знаю, опять получается, что прав Жириновский. Вы когда-то еще, по-моему, то ли при Кучме, то ли при Ющенке, я помню, вы давали интервью и сказали, что, в принципе, идеальная модель для той же конфигурации, какая представлялась из себя на тот момент, это 10-15 лет Украины, никакой президентской власти, это парламентская республика. Вот у меня тогда возникает вопрос, а что тогда такая драка вокруг этого президентского, значит, поста? Зачем он тогда им нужен? Вот вы сказали там про Порошенко. Если они уже там, по-моему, это Рада их не в нынешнем составе даже в будущем приняла решение о том, чтобы стать парламентской республикой. Вот два слова буквально здесь можно. В чем здесь, так сказать, собака зарыта? Ну, у них две конституции. Президентская, если бы как у нас, и парламентская. Когда больше парламочию парламента. Четвертого года это президентская, а чуть раньше или наоборот? Наоборот. Я уже запутался. В четвертом году они приняли парламентскую. Резко сократить. После Кучема он им надоел. Надоел. Они решили, чтобы не мучиться с президентом, давайте его полномочия сократим. Под Южь. Сделаем, как в Германии, Греции, Израиль и так далее. Предстоительские функции. Вот. И Ющенко заодно, если он победил, это не Тимошенко и не кто-то из сторонников Кучмы. Ну, и пускай Ющенко мучается со слабыми полномочиями. Но им хочется власти. Поэтому они делали ставку победить Ющенко. И когда Янукович победил, ему нужны президентские полномочия. Он вернул старую конституцию. Сразу же. Теперь они хотят, чтобы быстрее легализовать свою власть, им выгоднее больше полномочий парламенту. Ибо он есть. Януковича они выдавили, а парламент-то есть. Давайте дадим все полномочия парламенту. Он формирует правительство. И оно, правительство, ответственно перед ним. И не будет кризиса такого политического. Сейчас же там в парламенте нет целых регионов Юго-Востока-то. Да не только этого нет. Но еще и те, кто хотят стать президентами, они обязательно вернут ту конституцию Кучмы, чтобы снова быть полновластными хозяевами Украины. Ибо если будет демократическая конституция, при которой власть у парламента, то Украина вынуждена будет дать больше полномочий Югу и Востоку. Сделать русский язык вторым государственным. Ведь у партии регионов было большинство с коммунистами. Но они могли все это сделать. Янукович боялся, что он проиграет выборы 2015 года. Это он создал партию свободы. Ярош, правый сектор. Он хотел напугать Юго-Восток. Мол, голосуйте за меня в марте 2015. Иначе вас будут убивать за поденцию. А теперь его самого выгнали. О Украине последний вопрос, только вы на него ответьте. Потому что кому не задавал, все виляли хвостом. Вот вы сказали, назвали этническую принадлежность Порошенко, значит, еврейская. Получается так, что Украина сегодня напоминает своего рода Хазарию лет тысячу назад. Когда в основном 20 миллионов Хазары, тюркоязычная, этничность. А господствующую в политике роль фактически играла иудейская община, которая находилась в Итиле. Это столица, которую разгромил наш Святослав. Вот что-то аналогичное формируется сегодня. Ну, с моей точки, не только с моей. Мне многие тоже вопросы. Берите этот, как его Путин назвал, проходимец этот Коломойский. Да, Коломойский. Это Торуто, я ценю. Все, да. Как у нас первое, первое происстоятельное. Тимошенко, кто говорит, там она молдавянка, кто говорит, она еврейка. Да, я не пойму, что тогда получается, Владимир Владимирович, почему-то, да, такая непонятная роль Израиля. Вот моя жена, например, она тоже этническая еврейка. Она говорит, Николай, спроси, пожалуйста, у следующих людей. Мы очень боимся, нам что, мало немецкого холокоста? Нам что, нужен бандеровский холокост? А здесь... Понимаете, очень взволнованный. Некоторые в интернете читают, что, значит, там автобусы готовят для эвакуации евреев, так сказать, из Одессы или черт-чет. Ну, какая-то пошла фантасмагория. То же самое, что было с Германией. Франция и Британия, когда еще США играли слабенькую роль. Да. Они хотели уничтожить советский режим. Поэтому они пропускают Гитлера. И Гитлеру, чтобы получить поддержку избирателей, нужен какой-то козырь. А какой козырь? Вот погромы еврейские. И Запад где-то видит. И разрешает, пожалуйста, погромы еврейские. Австрию, бери Австрию. Судеты, бери судеты. Польшу даже практически так они не очень отстаивали. Вот то же самое сегодня здесь. Им нужно сделать Украину в раздебной России. А как ее сделать в раздебной, когда там все любят Россию? Я же всю ее объехал. Нас везде любят. И в Одессе, и в Тернополе, и в Анафранковске. И ровно. Везде. Но украинские евреи к нам тоже нормально относятся. Но ты надо поссорить всех. Сжечь. Передрац. Всех передрац. Все со всеми. Чтобы все возненавидели и Киев, и Львов, и Донбасс, и все. Хорошо. Это понятно. Американская карта. Но это же должны понимать люди, которые серьезные. В том же, допустим, Израиле. Что ж там, совсем тоскать? Ну, в Израиле недовольны. Я говорю, что в Израиле недовольны. Ну, а наша почему? Поворотом. Поворотом праворадикальных сил против евреев. Российские евреи, почему наши, так сказать, Берлазар, Верховный район. Что-то немножко они копошатся. Немножко копошатся. Где-то они говорят, что нас беспокоит. Есть информация, что Ярош, якобы, чуть ли не, там, Хасидитского полка. Надо же как-то с ним работать. Да, да, да. Или это трудно? Видите, как они. Они делают ставку, что это все успокоится. Что это будет выгодно Америке. А Америка дает деньги Израилю всегда. Что в конечном итоге... Молчат. Опять деньги. Опять деньги. Все деньги. И сланцевый газ это деньги. И еврейский вопрос это деньги. И заводы, так сказать, и фабрики все. Все выражается в денежном эквиваленте. Но опять ставка, а вдруг пронесет. Все-таки украинский нацизм, он не германский. Они не смогут покорить Европу. У них нет планов захватывать другие страны. Вы у себя-то навредите очень много. Да, да, да. Но это и создаст страх для Европы. Где ультраправые начинают приходить к власти. Надо их остановить. Показывая всем на Украину. Видите, что там происходит? Это уже помочь. Чтобы Европа осталась мягкая. Царева сожгли. Вот, вот, вот. Будут убивать, сжигать. Антисемитизм. Антирусские настроения. Противовенгерские, антипольские. То есть это будет постоянный пожар. Постоянный пожар. Вулкан в центре Европы. Чтобы никто не дремал. Это будет щука. Мы все караси. А это вот все щука. Она будет пожирать всех понемножку. Все будут бояться. Пес такой вот украинский. Цербер такой львовский. Вот, все. Они запустили этот сценарий. Просьбу разрешите? Да. Когда, может быть, 2-3 месяца там мы разберемся с этими выборами на Украине. Разрешите к вам еще подъехать? Специально по Украине, может быть. Ну, вот посмотрим, да. Во что там что-то вылится летом. Пока я вижу вот анализ наиболее близких действительности, которые вы сейчас дали. Спасибо вам большое. Мы благодарим от имени телезрителя, Владимир Владимирович. Спасибо. Ждем ваших котликов, уважаемые коллеги. Львову. Поэтому неизбежен раскол Украины на 2 части на 100%, а может быть, даже на 3 или на несколько частей. Украина себя исчерпала. Она как бы государство-урод. Вот бывает выкидыш у женщины. Ребенок не смог родиться. Она родила, так сказать, 3 месяца, 4 месяца. Выкидыш. Вы как-то сказали государство-гермафродит. Не то, не все. Ну, это тоже так может. То есть, значит, отторжение плод. Отторжение государства. Не получать. Территория нет своей. Это польские земли, это русские земли. Это Венгрия, это Румыния. Идеологии нет своей. Культуры нет своей. Языка нет своего, наконец. То он полупольский, полурусский. И целей нету своих. С кем быть? С немцами, так немцы их травили Украину. С поляками травили Украину. С кем быть им? У них нету союзников. Абсолютно никакого. Поэтому, как государство, оно не состоялось. И оно медленно будет исчезать с политической карты мира. И Россия будет, так сказать, главным партнером для Евросоюза. И для США, для Китая и для Индии. Поэтому вот у нас будет с вами Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели. Вот такое очертание. Пятигранник. Такой пятиугольник, который будет, кажется, контролировать всю планету и обеспечить стабильность. Индия навяжет Китаю нейтральное такое демократическое развитие, чтобы не было опасности для войн. Европа перестанет быть антирусской. Смириться с тем, что Украина вернется в Россию. А Америка смирится с тем, что она больше не на Олимпе. И таким образом, к середине века мы придем к такому среднему варианту. Без войн больших, мелкие локальные конфликты. Но Украина сегодня это вот очень опасное направление, когда чем-то напоминает Карибский кризис. Когда в Вашингтоне и Москве могут перейти к горячей фазе. Противостояние с использованием натовской армии, русской армии. И поэтому конечный итог это договоренность между представителями Кремля и Белого дома в Америке. А после этого два президента по телефону или при личной встрече договорятся. Вот соглашаемся вот на такой вариант, чтобы избежать большой войны. Но для этого нужно, чтобы было много трупов. Крови, так сказать, проблемы, заложники, захваты, горе людей. Чтобы общественное мнение США изменилось во время Вьетнамской войны. Чтобы они вышли к Белому дому, хватит терзать Украину. Вот. Таким образом, чтобы жители самой Украины поняли, что нужно остановить это насилие, которое творит там ультраправый радикальный элемент. Это нужно время еще. Сколько это нужно? Несколько месяцев? Несколько лет? Но, тем не менее, договорятся, чтобы решить проблему, только две столицы. Москва и Вашингтон. Донбасс, Киев, Харьков, Львов. Не договорятся никогда. Такова историческая была ретроспектива Украины. Такова ее настоящая, в настоящее время, политика. Они не договорятся. Нужен окрик из Москвы и Вашингтона. Вот такой вопрос, Владимир Владимирович, возникает. Ну, я не знаю, опять получается, что прав Жириновский. Вы когда-то еще, по-моему, то ли при Кучме, то ли при Ющенке, я помню, вы давали интервью и сказали, что, в принципе, идеальная модель для той же конфигурации, какая представлялась из себя на тот момент, это 10-15 лет Украины, никакой президентской власти, это парламентская республика. Вот у меня тогда возникает вопрос. А что тогда такая драка вокруг этого президентского, значит, поста? Зачем он тогда им нужен? Вот вы сказали там про Порошенко. Если они уже там, по-моему, это Рада ихняя, в нынешнем составе даже, в будущем приняла решение о том, чтобы стать парламентской республикой. Вот два слова буквально здесь можно. В чем здесь, так сказать, собака зарыта? Ну, у них две конституции. Президентская, если бы, как у нас, и парламентская. Когда больше парламочий у парламента. Это вот четвертого года это президентская, а чуть раньше или наоборот? Наоборот. Я уже запутался. В четвертом году они приняли парламентскую резко сократить. После Кучма, он им надоел. Надоел, да. Они решили, чтобы не мучиться с президентом, давайте его полномочия сократим. Под Ющенко. Сделаем, как в Германии, Греции, Израиль и так далее. Представительские функции. Вот. И Ющенко заодно, если он победил, это не Тимошенко и не кто-то из сторонников Кучмы. Ну и пускай Ющенко мучается со слабыми полномочиями. Но им хочется власти. Поэтому они делали ставку победить Ющенко. И когда Янукович победил, ему нужны президентские полномочия. Он вернул старую конституцию сразу же. Теперь они хотят, чтобы быстрее легализовать свою власть, им выгоднее больше полномочий парламенту. Ибо он есть. Януковича не выдавили, а парламент-то есть. Давайте дадим все полномочия парламенту. Он формирует правительство. И оно, правительство, ответственно перед ним. И не будет кризиса такого политического. Сейчас же там в парламенте нет целых регионов Юго-Востока-то. Да не только этого нет. Но еще и те, кто хотят стать президентами, они обязательно вернут ту конституцию Кучмы, чтобы снова быть полновластными хозяевами Украины. Ибо если будет демократическая конституция, при которой власть у парламента, то Украина вынуждена будет дать больше полномочий Югу и Востоку. Сделать русский язык вторым государственным. Ведь у партии регионов было большинство с коммунистами. Но они могли все это сделать. Янукович боялся, что он проиграет выборы 2015 года. Это он создал партию свободы. Ярош, правый сектор. Он хотел напугать Юго-Восток. Мол, голосуйте за меня в марте 2015. Иначе вас будут убивать за поденцию. А теперь его самого выгнали. По Украине последний вопрос, только вы на него ответьте. Потому что кому не задавал, все виляли хвостом. Вы назвали этническую принадлежность Порошенко еврейской. Получается так, что Украина сегодня напоминает своего рода Хазарию лет тысячу назад. Когда в основном 20 миллионов Хазары, тюркоязычная этничность. А господствующую в политике роль фактически играла иудейская община, которая находилась в Итиле, это столица, который разрамил наш Святослав. Вот что-то аналогичное формируется сегодня. Ну, с моей точки, не только с моей, мне многие тоже образуются. Берите этот, как его Путин назвал, проходимец этот Коломойский. Да, Коломойский, я ценю. Торуто, я ценю. Все, как у нас первое, первое происстоятельное. Порошенко, Тимошенко, кто-то говорит, она молдаванка, кто-то говорит, она еврейка. Тогда получается, Владимир Владимирович, почему-то такая непонятная роль Израиля. Вот моя жена, например, она тоже этническая еврейка, она говорит, Николай, спроси, пожалуйста, у следующих людей. Мы очень боимся, нам что, мало немецкого холокоста? Нам что, нужно бандеровский холокост? А здесь... Понимаете, очень взволнованный. Некоторые в интернете читают, что, значит, там автобусы готовят для эвакуации евреев, так сказать, из Одессы или черт-чет. Ну, какая-то пошла фантасмагория. То же самое, что было с Германией. Франция и Британия, тогда еще США, играли слабенькую роль. Да. Они хотели уничтожить советский режим. Поэтому они пропускают Гитлера. И Гитлеру, чтобы получить поддержку избирателей, нужен какой-то козырь. А какой козырь? Вот погромы еврейские. И Запад же это видит и разрешает, пожалуйста, погромы еврейские. Австрию, бери Австрию. 23 года назад, когда незаконно разрушили СССР, Думали, что все, Россия будет постепенно дрейфовать в сторону Евросоюза, может быть, даже НАТО, и будет каким-то, так сказать, там, 10-20-м членом Европы. И не будет мешать. Будет покончено с коммунизмом, возможно, будет уничтожено ядерное оружие, и никакой опасности стратегической Россия не будет представлять. Будет хорошей кочегаркой, хорошим таким мусорным ящиком для Европы, и все. Но оказалось, что это было бы, если продолжался бы, Ессенский режим. А он был приостановлен в 2000-м году. И уже 14 лет в России наметился поворот к воссозданию мощного государства. Но кроме денег, экономики, нужно еще и подумать о том, что русский народ разделен. И мы в большинстве своем не согласны с Беловежской пущей, поскольку по Конституции СССР не было пункта о упразднении СССР. И многие территории отошли, они были чисто русскими территориями. Но самое страшное, отошли под чужие знамена с русским населением. Больше всего это Украина. Донбасс, весь юг и восток Украины, Россия и Крым. Это при Екатерине были построены города. И Чернигов, это еще раньше, потом это вот был Запорожье, он назывался Александровск в честь царя Александра. Второго, видимо. Непропетровск, Екатеринослава, 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 Елизавета Града, Донбасс, все это Ленин подарил. Им нужно было иметь мощную компартию. А компартия могла иметь, быть мощь, если будет пролетариат. То есть ради политического жупела, чтобы у компартии Украины была основа социальная, пролетарская масса, отдали русских рабочих со всеми портами, заводами и фабриками. Вот. А потом еще Сталин добавил Запада. Земли отобранные у румын, у венгров и у поляков больше всего. Черновцы у румын, у румын, Закарпатия у венгров, и Луцк, Львов, Ромный, Иван Франковский, Тернополь, Островенг, и, так сказать, это у Польши. У Польши. У Польши. Вот. Это все стала огромная Украина. А реальная Украина это Киев, Житомир, Винница. Вот Украина. Полтава еще. Ну, Полтава еще чуть-чуть. Вот все получили. Вот такой квадратик. Все. Вот все. Это буквально там 13 миллионов населения. Как Словакия, как Болгария, как Сербия. Все. Поэтому сегодня, значит, США, ввиду того, что начал спускаться с Олимпа, это как раненый зверь, он начинает рычать. Не хочется уходить с Олимпа. Надо кого-то наказать. Попытаться остановить сползание вниз. Надо Западную Европу заставить торговать в основном с США. А что может США дать Западной Европе? Это же цивилизованный край. Такие Мерседесы, так сказать. Конечно. И все эти французские товары, итальянские. То есть, Европе и Западу не хватает газ. Вот и решили с Украины сделать поставщика газа. Сланцевый газ добывать. Огромные залежи там обнаружены. Чтобы оторвать окончательно Россию, как поставщика газа в Европу, связи порвать и из Украины сделать страшное такое антироссийское государство. Вечно воюющее. Партизаны, теракты, взрыв. То есть, ливизация, сиризация, иракизация, афганизация, балканизация. То есть, Украина должна быть такой же кровоточащей раной, как все те страны, которые США оккупировали. Афганистан, Ирак, Ливия и так далее. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наши телепередачи «Времена событий. Люди». В прошлый раз у нас состоялась первая, если так можно сказать, передача из цикла «Геополитика России». Мы в гостях у Владимира Вольфовича Жириновского. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Спасибо большое за приглашение. Я не устаю это повторять, что если бы все ведущие политики России занимались культурно-просветительной работой так, как занимается Жириновский, я думаю, у нас бы тысячи проблем были сняты, поскольку люди просто не информированы о многих вопросах. В прошлый раз мы рассматривали политику Российской Федерации, связанную с восточными направлениями. Визит осветили Путина в Китай, события, произошедшие в Индии, и рассмотрели в целом, так сказать, ситуацию, сложившуюся в восточно-буддийской цивилизации. Владимир Вольфович, ну поскольку цивилизационный фактор, о котором вы неоднократно писали в своих книгах, я вот хочу это показать, этот прекрасный учебник, который подготовлен под руководством Владимира Вольфовича Жириновского, социология мировых цивилизаций, он вышел в издательство МГУ, разошелся по всей научной и учебной России, поэтому вы эту книгу можете легко найти в интернете и посмотреть более подробно те вопросы, о которых мы здесь говорим. Но вот впереди, если от востока в центр, скажем, сегодня одно из важнейших цивилизационных направлений – Украина. Мы не можем, как говорится, здесь обойтись. Дело не в том, что нас там куда-то толкают, заставляют, но что происходит в свое время. Вот, извините, что я такое многословие. В свое время, в 1988 году, был такой Самуэль Хантингтон, вы пишете о нем, профессор Гарвардского университета, он писал о столкновениях цивилизации восточно-исламской и западно-христианской. Ну, что мы видим сегодня? Западно-христианская цивилизация бьет, душит, уничтожает восточно-христианскую православную цивилизацию. Два слова. Как здесь развивается ситуация? Почему именно Украина оказалась в центре вот этой иглы, которая пытается вонзить нам, так сказать, в брюхо нашей восточно-христианской цивилизации? Буквально несколько слов. И еще, простите, телезрители, я хочу сказать, что, может быть, вы меня поправите. На днях в поезд ЛДПР пошел, в поезд дружбы, в Донбасс, по-моему, с необходимыми материалами для тех, кто там сражается, так сказать, с киевской властью. Спасибо, Владимир Владимирович, вам чистое спасибо, по-русски спасибо. Это действительно большая помощь. Многие разговаривают, там, Миронов, Зевганов, а здесь идет конкретное направление работы без всякой болтовни, без всяких, как говорится, лишних вывертов. Почему Украина? Значит, Украина, потому что это наш западный сосед, уже большая страна, Молдавия слишком маленькая, чтобы там какие-то сценарии разыгрывать. То есть из Украины Америка, в первую очередь, хочет сделать Польшу-2. Польша-1, она давно является форпос Запада против России. Самое антироссийское население, идеология, пропаганда, то есть ненавидят Россию. Это связано было с разделами Польши, со всеми мировыми войнами. Но есть Украина. Которая в большинстве своем тяготеет к России, ибо она ближе, она была сама жертвой польской экспансии в свое время, и австрийской, и турецкой с юга. И Запад видит, что Украина в конечном итоге сольется с Россией снова. И снова русская армия станет, как говорится, на границе Румынии, Венгрии, Австрии, так сказать, там, не знаю, Германии. И США, они, в первую очередь, этого бы не хотели, поскольку им выгодно ослабление России. Но почему сейчас началось? Все вот, и это началось. Февраль вот этого года они это совершили. Янукович не подходил им. Это Керенский. Им нужен был Ленин, но наоборот. Не левый радикал, а правый. Вот они увидели, допустим, это Ярош, там этот Тегнебог, и там эти Поруби, и так далее. Но уж слишком они радикалы. Антисемитизм, это пугает и Европу, и Америку. И действия их слишком, это сжигают людей, Одесса, расстреливают милицию в Мариуполе. Тогда они делают ставку на Порошенко. Он еврей, фамилию скрывает, у него фамилия другая. Он умеренный, такой как бы Чубайс, Гайдар, вот такой, посередине. Вот это они делают ставку. Но остается цель Украина против России. И экономика Украины для Западной Европы. И отсекается Россия политически и экономически. И целый санитарный кордон. Прибалтика, Польша, Украина. Ультравраждебные России. А Западная Европа, как в аквариум, теплица, отдыхают. Газ и все необходимые ресурсы поставляет Украина. Чернозем, пашня, все остальное. А Россия вынуждена поворачиваться на восток. А там, естественно, это не такой уж хороший вариант. Это все равно, как бы, немножко мы оказываемся в чем-то усеченные. Ограниченные. Но это как идея. Это не получится. Как это не получилось у Наполеона. Французский порядок во всей Европе. У Гитлера немецкий порядок. Сейчас панамериканский порядок. Это не получится. И в конечном итоге, Юго-Восток Украины отойдет к России. Западная Украина отделится. Там будет республика Галичина, столица Львов. И останется только та Украина, которую Богдан Хмельницкий привел в Россию в 1654 году. Добровольно просил. Иначе поляки бы их насильственно ополячили. Или турки отуречили через Крымского хана. Они к нам шли. Мы их не звали. Мы их не звали. Но мы их спасли, потому что это пограничная территория. И они говорят по-русски. И они православные. Но прошло 300 лет, ситуация другая. И сегодня ставки сделаны на одну страну. Украина. Чтобы она стала вот таким, так сказать, враждебным России. Государством. Территорию. Русских выдавить оттуда. Чтобы русские стали беженцами. Чтобы они создали проблемы в западных регионах России. Как и беженцы у нас из Средней Азии, из Закавказа, из Кавказа. Вот это все худшее создать для России. А Европу окончательно отвернуть от Востока. Повернуть только в сторону США. А Россия пусть как сама. Полупается ли в чем она в состоянии. Но это, как всегда, обламывается. Мы потерпели в Ливии. Не стали накладывать вето в Средбезопасности. Мы наблюдали, как Ирак. Мы были против вторжения. Афганистан мы помогли, потому что талибы слишком жесткий режим. Но потом мы тоже видим, что там творится наркотрафик и прочее прочее. Сирию мы уже остановили. Сколько же можно свергать народы, оккупировать, проливать кровь. Теперь мы должны их остановить на Украине. Мы Крым уже взяли. Теперь, если на очереди, это помощь всем политическим силам на юго-востоке Украины. Чтобы они могли противостоять киевскому режиму. Даже если на время, допустим, киевская власть укрепится. Но они все равно не хотят русский язык делать вторым государственным. Они все равно не дадут права избирать самим свою власть на юго-востоке. Они все равно не будут оставлять там деньги, необходимые для развития. Они все равно будут менять конституцию так, как выгодно Киеву. Это центр, скажем, сегодня одно из важнейших цивилизационных направлений – Украина. Мы не можем, как говорится, здесь обойтись. Дело не в том, что нас там куда-то толкают, заставляют. Но что происходит в свое время? Вот, извините, что я такое многословие. В свое время, в 1988 году, был такой Самуэль Хантингтон, вы пишете о нем, профессор Гарвардского университета. Он писал о столкновениях цивилизации восточно-исламской и западно-христианской. Ну, что мы видим сегодня? Западно-христианская цивилизация бьет, душит, уничтожает восточно-христианскую православную цивилизацию. Два слова. Как здесь развивается ситуация? Почему именно Украина оказалась в центре вот этой иглы, которая пытается вонзить нам, так сказать, в брюхо нашей восточно-христианской цивилизации? Буквально несколько слов. И еще, простите, телезрители, я хочу сказать, что, может быть, вы меня поправите. На днях в поезд ЛДПР пошел, в поезд дружбы, в Донбасс, по-моему, с необходимыми материалами для тех, кто там сражается, так сказать, с киевской властью. Спасибо, Владимир Владимирович, вам чистое спасибо, по-русски спасибо. Это действительно большая помощь. Многие разговаривают, там, Миронов, Зюганов, а здесь идет конкретно. Пернигов, это еще раньше, потом это вот был Запорожье, он назывался Александровск, в честь царя Александра. Второго, видимо. Непропетровск, Екатеринослава, это моя родина. Непропетровск, Екатеринослава, в честь ее, так сказать, Екатерина. Кировоград, Елизаветград. Да, Донбасс, все это Ленин подарил. Им нужно было иметь мощную компартию. А компартия могла иметь мощь, если будет пролетариат. То есть ради политического жупела. Чтобы у компартии Украины была основа социальная. Пролетарская масса. Отдали русских рабочих. Да. Со всеми портами, заводами и фабриками. Вот. А потом еще Сталин добавил Запада. Земли отобранные у румын, у венгров и у поляков больше всего. Черновцы у румын. У румын. Закарпатия у венгров. И Луцк, Львов, Ромный, Иван Франковский, Тернополь. Островенг. И, так сказать, это у Польши. У Польши. У Польши. Вот. Это все стала огромная Украина. А реальная Украина это Киев, Житомир, Винница. Вот Украина. Полтава еще. Ну, Полтава еще чуть-чуть. Вот все получили. Вот такой квадратик. Все. Вот все. Это буквально там 13 миллионов населения. Как Словакия, как Болгария, как Сербия. Все. Поэтому сегодня, значит, может быть даже НАТО. И будет каким-то, так сказать, там, 10-20 членом Европы. И не будет мешать. Будет покончено с коммунизмом. Возможно, будет уничтожено ядерное оружие. И никакой опасности стратегической. Россия не будет представлять. Будет хорошей почегаркой. Хорошим таким мусорным ящиком для Европы. И все. Но оказалось, что это было бы, если бы продолжался бы Ессинский режим. А он был приостановлен в 2000 году. И уже 14 лет в России наметился поворот к воссозданию мощного государства. Но кроме денег, экономики, нужно еще и подумать о том, что русский народ разделен. И мы в большинстве своем не согласны с Беловежской пущей. Поскольку по Конституции СССР не было пункта о упразднении СССР. И многие территории отошли. Они были чисто русскими территориями. Но самое страшное, отошли под чужие знамена с русским населением. Больше всего это Украина. Донбасс, весь юг и восток Украины, Россия и Крым. Это при Екатерине были построены города. И направление работы без всякой болтовни, без всяких, как говорится, лишних вывертов. Почему Украина? Значит, Украина, потому что это наш западный сосед. Потому что это большая страна. Молдавия слишком маленькая, чтобы там какие-то сценарии разыгрывать. То есть из Украины Америка, в первую очередь, хочет сделать Польшу-2. Польша-1, она давно является форпост Запада против России. Самое антироссийское население, идеология, пропаганда. То есть ненавидят Россию. Это связано было с разделами Польши, со всеми мировыми войнами. Но есть Украина, которая в большинстве своем тяготеет к России. Ибо она ближе, она была сама жертвой польской экспансии в свое время. И австрийской, и турецкой с юга. И Запад видит, что Украина в конечном итоге сольется с Россией снова. И снова русская армия станет, как говорится, на границе Румынии, Венгрии, Австрии, так сказать, там, не знаю, Германии. И США. Они, в первую очередь, этого бы не хотели. Поскольку им выгодно ослабление России. Но почему сейчас началось? Да. 23 года назад, когда незаконно разрушили СССР, думали, что все, Россия будет постепенно дрейфовать в сторону Евросоюза. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наши телепередачи «Времена событий. Люди». В прошлый раз у нас состоялась первая, если так можно сказать, передача из цикла «Геополитика России». Мы в гостях у Владимира Вольфовича Жириновского. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Спасибо большое за приглашение. Я не устаю это повторять, что если бы все ведущие политики России занимались культурно-просветительной работой так, как занимается Жириновский, я думаю, у нас бы тысячи проблем были сняты, поскольку люди просто неинформированы о многих вопросах. В прошлый раз мы рассматривали политику Российской Федерации, связанную с восточными направлениями. Визит осветили Путина в Китай, события, произошедшие в Индии, и рассмотрели в целом, так сказать, ситуацию, сложившуюся в восточно-буддийской цивилизации. Владимир Вольфович, ну поскольку цивилизационный фактор, о котором вы неоднократно писали в своих книгах, я вот хочу это показать, этот прекрасный учебник, который подготовлен под руководством Владимира Вольфовича Жириновского, социология мировых цивилизаций, он вышел в издательство МГУ, разошелся по всей научной и учебной России, поэтому вы эту книгу можете легко найти в интернете и посмотреть более подробно те вопросы, о которых мы здесь говорим. Ну вот, впереди, если от Востока.